В студии Денис Спиридонов Студенты МРТК осваивают нефтегазовое дело на фабрике процессов, не покидая стен колледжа. Мерницам нужно поспешить с оплатой налогов до конца недели, чтобы избежать судебных разбирательств. Если вы хотите угостить белок зимой, возьмите с собой в парк сырые семена тыквы. Пушистые обитатели Ленского парка охотно принимают угощения с рук и позируют на камеру. Подробно об этом расскажу буквально через минуту, а сейчас кратко обзор не менее важных событий, ставших частью последней недели осени. Илтумен запретил якутянам курить на остановках, в парках и спортивных площадках. Нарушителям закона грозит предупреждение или штраф 500 рублей. Народный актив делится итогами. В Байхале расселили 47 ветхих домов за 300 миллионов рублей. Деньги на это выделила компания «Алроса» правительства республики и администрации Мирненского района. Самую многодетную маму Мирнова наградил глава района. Путевку в санаторий в честь Дня матери получила Нина Вениченко. Она воспитывает 26 детей. Мирненская сборная по баскетболу вошла в топ-5 Сибири. Девушкам получили право играть в полуфинале межрегиональной восточной детской лиги. Перед календарной сменой сезона погода меняется на руку автомобилистам. Ледостав образовывается на участке Витимпе ледой. В результате Лену, проходящую через всю республику, скроет лед. Ниже по течению в районе Якутска на этой неделе открыли первую ледовую переправу по направлению Хатасы-Павловск. Пока там разрешили движение транспорту грузоподъемностью до 3 тонн. Чем толще будет лед, тем больше груз разрешат для привозки. Строители завершили монтаж фасада Мирненского дворца детства. Наружные работы прекратили до весны, сообщает пресс-служба Мирненского района. Сегодня 7 человек. Группы электриков и специалистов по вентиляции занимаются внутренней отделкой будущего образовательного объекта. Рабочие устанавливают осветительные приборы. Глава района Александр Басыров поручил нарастить численность бригад и вернуться к монтажу лифтовых конструкций. Напомним, дети-воспитанники дворца смогут передвигаться между этажами в стеклянных лифтах. Заниматься в тренажерном зале, выступать на просторной сцене в зале на 300 мест. Кроме того, в учреждении будут работать десятки секций – технопарк, кванториум, центр, IT-куб, фото- и видеостудия. Деньги на строительство выделила Алроса – 230 миллионов рублей. Мурал «Образ Победы» и туристическая база на берегу Лены. Эти и другие проекты победили на форуме «Ленский берег-2024». Их воплотят до конца 2025 года. Участники форума представили на сут комиссии 28 идей. Финансирование получили 9. Три проекта относятся к направлению бизнеса, остальные – социальные. Среди победителей – закупка оборудования для мастерской бренда якутской одежды «Сахайя», оснащение воскресной школы, действующей при местном хаме «Святители Иннокентия», съемки документального фильма об истории орто-нахаринского наслега и не только. Общий грантовый фонд для реализации проектов – 3 миллиона рублей. Примерно столько же отдала мошенникам жительница Ленска. Она обратилась в полицию с жалобой на обман. Представили сотрудниками ФСБ и начали мне рассказывать о том, что от моего имени оформили кредит на то, чтобы я спонсировала БСУ, голос у сотрудников ФСБ, якобы сотрудник ФСБ был очень грозный. Они так четко меня убедили, и я как бы согласилась на все условия. По наставлению лжесотрудника ФСБ Ленчанка оформила кредит – почти 3,5 миллиона – и разослала деньги на многочисленные счета с разными именами владельцев, перед этим передав мошенникам личные данные. Как признается пострадавшая, обвинение в спонсорстве в СССР напугало ее. Сотрудники полиции еще раз предупреждают. Услышав по телефону громкое звание «сохраняйте хладнокровие», перепроверяйте любую информацию и не приводите деньги незнакомцам. А кто это сделал? Ладно, это сделал я. Но, честно говоря, мне не стыдно. Во-первых, потому что я не прячу свое лицо, а во-вторых, это все не по-настоящему. В отличие от наскальной живописи в подъездах Мирного. На этой неделе жители нескольких многоэтажек обнаружили неприятный сюрприз, выйдя из квартир. Стены от пола до потолка исписаны теггингом. В 60-е годы в США такие подписи для разметки территории оставляли криминальные группировки. После уличные художники оставляли теги рядом с граффити. Что метят жителей Мирного, непонятно. Надписи не несут смысловой нагрузки и не содержат художественной ценности. Обычный вандализм в стиле «Здесь был Вася». А у ребят хорошо рука набита, держат шрифт. Им бы территорию, где практиковаться, и руководители обсуждают в городских чатах жители. Собственники домов улицы Тихонова и Солдатова возмущены. Под видеокамеры художники не попали, однако обратиться в полицию людям все же стоит. Возможно, в интернете авторы тегов подписываются также, и их получится вычислить по IP-адресам. Вычислить тех, кто не платит государству, куда проще. Поэтому собственникам квартир, дач, гаражей, автомобилей важно не пропустить срок уплаты имущественного налога. Миллиону якутян стоит поторопиться, ведь сделать это нужно до 2 декабря. В случае опоздания налог взыщут принудительно, ограничат счета, а также каждый день будут начислять пение. Со злостлыми неплательщиками говорить будут иначе. Мы передаем сведения уже на взыскание судебным приставам. Это через суд уже будет по исполнительному листу. У судебных приставов уже больше мер взыскания. Они могут наложить арест на регистрационные действия, арест на имущество, либо могут ограничить выезды за пределы Российской Федерации. Оплатить налоги можно разными способами. Через личный кабинет налогоплательщика, сервис Федеральной налоговой службы в разделе «Уплата налогов и пошлин» или на едином портале госуслуги. Также выполнить финансовые обязательства перед государством можно в отделениях банков и почты России. Продолжаем. В двух поселках Мирненского района выбрали новых глав. Жители Чернышевского отдали предпочтение единороссу Леониду Жилцараеву. Он победил с большим отрывом. За его кандидатуру проголосовали 76,5% избирателей. Второе место у самоведвиженца Георгия Васильченко. 15% голосов. Остальные кандидаты разделили между собой оставшиеся 8,5%. Голосование длилось один день. Светлым победил Александр Иванов, набрав 41% голосов. 33% набрал Владимир Будаев. Следом за ним рейтинги Анна Руденко. Досрочные выборы провели после того, как Геннадий Цигулий и Артем Шершов сложили полномочия по собственному желанию. Студенты осваивают нефтегазовое дело на фабрике процессов без отрыва от учебы. Арсенал преподавателей Светлинского отделения МРТК пополнил производственный комплекс для отработки навыков на практике. Наша съемочная группа выяснила, какие преимущества дает будущим специалистам фабрика процессов. Все показатели сепаратора в норме. Следить за ними обязанность Гавриила как будущего нефтегазовика. Юноша учится на четвертом курсе и готовится к сдаче дипломной работы. Чтобы освоить практическую часть, ему не нужно покидать стены колледжа. На данной фабрике процессов есть ректификационная колонна. Она у меня участвует в дипломном проектировании. Есть возможность ознакомиться с ней более подробнее, изучить некоторые аспекты. Фабрика процессов внедрялась поэтапно с 2020 года. За это время на ней преподаватели обучили десятки студентов таким профессиям, как стропольщик, оператор по добыче нефти и газа и не только. За этот период мы уже выпустили один выпуск специальности разработка и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений. По специальности выпустили уже 9 выпускников. В этом году, учебном году, мы выпускаем ещё один выпуск этой специальности. Ребята тоже уже отрабатывали здесь, получали навыки. В полную силу комплекс заработал в 2024 году. На торжественное открытие фабрики процессов приехал глава республики Айсен Николаев. Последние годы нефтегазовая промышленность Якутии активно развивается. Мы видим, как растут объёмы добычи, растёт количество людей, занятых в этой отрасли. Мы уже входим в пятёрку регионов страны подобычи и нефти, и подобычи газа. И, конечно же, у нас большой интерес в том, чтобы как раз местные кадры активно вовлекались в эту работу. Занятия проводят не только в аудиториях, но и в кабинетах фабрики процессов. Там же проходят экзамены, зачёты и соревнования по профмастерству среди студентов. Средний вес вот такой вот задвижки – 10-15 килограмм. Для её установки нужно 5 минут и 2 человека. Но нас тут трое, и вот с такими вот помощниками мы справимся в три раза быстрее. Комплекс состоит из четырёх аудиторий. Каждый проходит занятие на уникальном оборудовании. Оно доступно светлинским студентам с первого курса. Мария Панфёрова, Илья Шикуля, Алексей Меркулин. Медиа-компания «Алмазный край». 56 мероприятий для 5 тысяч человек за год провела Мердинская ассамблея народов. Итоги 2024 года подвели на традиционном заседании в районной администрации. Проект, которым гордится ассамблея – первый районный конкурс красоты и талантов «Этнокраса». В ноябре жители района в десятый раз оказались в семье единой. Молодёжный фестиваль провели в Светлом. Ассамблея народов гордится своими активистами, прежде всего. И мы можем в этом году отметить участие представителей молодёжной ассамблеи, участие представителей молодёжного актива во всесоюзных проектах. Они молодцы. При нашей организационной поддержке они смогли принять участие в двух очень важных проектах. Это образовательный форум в городе Севастополе и молодёжный форум, который был организован Федеральным агентством по делам народов в городе Тюмени. Расставили и приоритеты на 2025 год. У ассамблеи будет два основных направления – поддержка участников СВО и празднование 80-летия победы в Великой Отечественной войне. Мы, проводя юбилейные мероприятия, прежде всего должны делать акцент на нашу молодёжь, на воспитание патриотическое нашей молодёжи. И празднуя 80-летие победы, это прежде всего мы должны не только отдавать дань дедам, прадедам, которые завоевали для нас мирное небо над головой, но и передать всю ту историю нашему подрастающему поколению, чтобы сохранить эту память. На собрании наградили тех, кто помогает ассамблее реализовывать национальную политику. Грамоты и благодарности от Министерства внешних связей Якутии получили активисты и журналисты, вычисляющая шеф-редактор «Алмазного края» Кристина Каширина. Ленский парк – место притяжения жителей и гостей города. С наступлением холодов его пушистые обитатели всё чаще контактируют с людьми. Парковые белки охотно принимают угощения с рук и позируют на камеру. О том, как горожане помогают хвостатым соседям пережить суровую якутскую зиму и что общего между белками и жителями древней Спарты, расскажет Анна Ильчук. Это Спарта! Примерно так поступают с наиболее слабыми из своих малышей мамы-белки. Подобно суровым спартанцам, они безжалостно выталкивают бельчата с гнезда. Валерьян как раз был одним из тех, кого вытолкнули на произвол судьбы. Однако ему повезло – подобрали люди. Его, розовый лысый комок, нашли и принесли Дарьи Коваленко, сумевшей выходить к роху и вырастить игривого и сильного зверька, который теперь дарит белкоматери любовь и царапины. Каждые два часа я кормила его первую неделю, на само кормление уходило полчаса. То есть полтора часа ночью спишь, потом просыпаешься, полчаса его кормишь, потом опять спишь. И так всю неделю. В конце недели я уже начала физически не справляться, и ко мне уже подключилась мама и начала помогать мама его выкармливать. Большую моральную поддержку неопытные белкоматери оказали за волонтеры из Новосибирска, Саратова и Беларуси. Они же давали полезные консультации. Чтобы не остаться в долгу, девушка организовала благотворительный сбор кедровых шишек для отправки в Новосибирский центр реабилитации диких животных. Там нынче кедр не уродился. Еще Даша поддерживает связь с несколькими линчанками, приемными мамами белок, выброшенных из гнезд или попавших в собачьи лапы. Ой, как любят шишечки. Содержать такого питомца нужно в особых условиях. Например, семья Дальеса орудила для валерьяна просторный вольер. Гамачки обязательно, в которых валерьян лежит, отдыхает, спит и может прятать вкусняшки. Самое обязательное, что должно быть у здоровой белки – это беговое колесо. То есть у них прыжки, лазанье, бег – у них это вся основа их дня. Кормить домашнюю белку – целый вид творчества. Разнообразию питания валерьяна можно позавидовать. В его меню смесь зерен, сушеные ягоды, фрукты и овощи, кедровые манчжурские и грецкие орехи, фундук, новосибирские желуди, детские каши и не только. Все это помогает приемушу оставаться здоровым и активным. При таком уходе белки могут прожить до 14 лет, хотя могли погибнуть в дикой природе, не протянув у неделю. Если вы хотите угостить белок зимой, возьмите с собой в парк сырые семена тыквы, сухие яблоки или грибы, или фундук в скорлупе. Помните, снеки, воздушная кукуруза, подсолнечные семечки, хлеб для белок вредны. Анна Ильчук, Олег Соснин, медиакомпания «Алмазный край». Если вы вдруг, вдохновившись сюжетом, захотите встать на лыжи и пойти по свежему снегу в лес пострелять белок, то гоните такие мысли, ни в коем случае. Давайте беречь белок, беречь природу вместе. Ну а служба новостей «Алмазного края» тем временем продолжает свою работу. Еще больше новостей, как всегда на нашем сайте, социальных сетях и мобильном приложении. Не забывайте подписываться и оставлять комментарии. До встречи и хороших вам выходных!